Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! И это последнее видео, которое будет выпущено и отснят материал до вспышки коронавируса в Италии и уже, как мы можем понимать, в Европе. Посмотрите, как были классно одеты люди, уже была весна. Сейчас, кстати, у нас очень сильный дождь, достаточно тепло, но не солнечно, так как на этих снимках, так как на этих кадрах. И люди, да, гуляли, чувствовали себя спокойно, чувствовали себя в безопасности. Мне очень не хватает этих съемок, мне очень не хватает этих прогулок. Я думаю, что ни одной мне. Давайте посмотрим, как оно все было. И очень и очень хочется надеяться, что скоро весеннее настроение вернется прежде всего на улицы итальянских городов и на улицы европейских городов. Также, насколько я понимаю, сейчас считается, что очаг коронавируса, он как раз-таки, как раз-таки где-то здесь в Европе находится. Что ж, итальянские мужчины, как всегда, прекрасны, отлично одеты, классно выглядят. Но хочу обратить ваше внимание на эту обладательницу дорогой, очень-очень дорогой сумки. Она в пуховике. Почему-то часто мы думаем, мне на самом деле раньше тоже так казалось, что те, кто обладают какими-то люксовыми аксессуарами, какой-то очень дорогой одеждой, они выглядят очень и очень особенно. И часто я обращаю на свои стритстайлы, внимание на обладательницы тех или иных дорогих сумок, прежде всего, чтобы показать, что совершенно эти люди, эти женщины, эти мужчины, мужчины, которые выходят, допустим, из дорогих авто, они не отличаются. На самом деле, в Европе показатель хорошо одетого человека – это ни в коей мере не маркер того, сколько он зарабатывает, сколько он тратит на свою одежду. Это всего лишь желание выглядеть определенным образом и умение сочетать одежду определенным образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три. Большое спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В последнее время меня часто спрашивают про берет. Носит ли в Италии берет? Однозначно, носит берет достаточно популярный головной убор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, друзья мои, тот случай, когда ты не знаешь, кого снимать. Мне понравился левый образ в шляпе. Мне понравилась вот эта девушка. И мы видим, там идут два совершенно точно стритстайлера. Стритстайлера два парня. Классно одеты, молодцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь, когда кто-то кашляет, либо тем более чихает рядом с нами, мы обращаем на это внимание. Этот образ я бы взяла на заметку. По сути, силуэт такой же, какой мы можем получить, используя в качестве верхней одежды самое обычное черное пальто. Но я думаю, что такой вариант больше подходит для мест и регионов, где холодно, достаточно холодно уже осенью и ранней весной. Кто заметил брошь на сеньоре в синем пальто? Тут большой молодец. Снимайте ревинг деталям. Но я, по всей видимости, в момент съемки не обратила внимания. Обратила внимание, конечно же, на девушку в белом пальто. Уже говорила и много раз показывала и рассказывала о том, что подобная шапка прибавляет какие-нибудь хорошие 4-5 см нашему росту. Обратите внимание, не стесняйтесь носить, если подобная шапка у вас есть. Это очень классный аксессуар, который можно в особенности хорошо использовать. Как раз-таки по весне, либо осенью, когда еще не очень прохладно, мы расстегиваем наше пальто. Возможно, у нас уже открытые щиколотки, либо еще не закрытые щиколотки. И при этом мы имеем головной убор в виде вот такой шапки. Смотрится потрясающе. Оба образа достойны внимания и их очень легко скопировать. Слева мы имеем черное пальто. Это может быть все, что угодно черного цвета и белые брюки. Здесь именно они играют важную роль. А правый образ – это бежевый монохром. При этом мы имеем яркий аксессуар в виде обуви и принта, леопардового принта. Наша с вами соотечественница, которая в Бадфордах. Единственное, что я бы Бадфорды заузила в районе щиколотки. Они имеют какую-то интересную фурнитуру, которая, на мой взгляд, вполне девушку. Но в плане сочетания цветов, в плане сочетания пропорций, на мой взгляд, все очень-очень классно. Мы все выходим на весну. Мы все, практически все, уже скоро будем иметь возможность расстегивать нашу одежду верхнюю. Обратите внимание, как важно носить шарф, любой шарф. Лучший яркий шарф. Это очень хороший аксессуар. Если у вас есть шелковый платок, носите шелковый платок. А если вы стесняетесь носить только шелковый платок, потому что вам кажется, что это возрастной аксессуар, попробуйте перекрутить его с вашим обычным трикотажным шарфом, либо, возможно, шарфом, связанным вручную. Я в каком-то из видео показывала на себе, как это можно сделать. Вы добавите цветов, вы добавите индивидуальности в ваш образ. Мой средний ребенок учится в школе, где очень много китайских детей и где очень много, соответственно, это логично, китайских родителей. Я могу сказать, что на данный момент китаянки одеты гораздо лучше в большинстве своем. У нас примерно 30% китайских родителей приезжают забирать своих детей и примерно 70%. Кстати, это витриниц, который меня узнает, который в прошлый раз гладил на витрине что-то при помощи парогенератора. Кстати, об этом тоже будет интересное видео, о том, как нам выставляют в витринах товар. Там на самом деле все до иголочки, до стежка просчитано, чтобы нам эта одежда оказалась очень-очень классной и интересной. Так вот, я говорила о том, что 30% это китайские родители, а остальные это все-таки в превалирующем своем количестве итальянские родители. Но могу сказать, что китайские мамы, если брать 100% эти 30% и 100% остальные 70%, то, конечно же, среди китайских мам больше хорошо и классно одетых мам. Ну что ж, дорогие зрители, я с нетерпением жду не просто окончания карантина, либо каких-то ограничений на передвижение, на ограничения в том, что касается общественного транспорта. Нет, я с нетерпением жду именно солнечных дней, потому что я с первыми солнечными днями поеду в Падуя обязательно, покажу вам ситуацию в городе и надеюсь, что смогу показать вам достаточное количество хорошо и классно и стильно одетых людей. Я думаю, что все очень и очень устали от не солнечных дней и все очень и очень устали от той ситуации, которая, на мой взгляд, все-таки нагнетается. На этом с вами прощаюсь, желаю всем хорошего настроения и увидимся очень скоро. Это была Яна Скорцова, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok